Всем привет-привет! Вы на канале Саша и Вера, деревня в Чувашии. Мы с вами давно уже не виделись. На это у нас были объективные причины. Мы занимались строительством дома. Дом я покажу вам немного позднее. А сейчас мы покормим курочек и кроликов. Курочки проголодались и очень хотят кушать. Сначала я им насыплю два ковшечка пшенички. Один я уже насыпала. Второй. И дробленки два ковшечка. Дробленочка, девочки, дробленочка. У меня возникла большая проблема. Я все никак не могу посчитать кур. Пока они спят, они друг на друге не посчитаешь. Пока бегают, тоже невозможно посчитать. Даже когда кормятся, тоже посчитать невозможно. Они все бегают, носятся, суетятся. Попробуйте посчитать, сколько же их у меня. Я думаю, вы тоже не сможете это сделать. А сверху на пшеницу и дробленку я им высыплю остатки супа, каши. Пусть кушают. Сейчас принесу. Попытаюсь высыпать все это из кастрюли одной рукой. Так, девочки, подвиньтесь. Подвиньтесь. Опа. Не получается. Придется задействовать обе руки. Все, еды я им насыпала. На целый день им хватит. Следующее кормление будет только завтра. Куры у меня тут все разные уже. Три потока выведенных, собственных. Немного покупных. Много кур уже закололи, петушков молодых. Около 20 штук, если не больше. Наделали тушенки на зиму. Будем наслаждаться вкусной домашней курятинкой. А еще давайте заглянем в гнездышки. Есть ли там у нас яички. Яйца куриные. Так. Гнездышки. Одно гнездышко. Здесь у нас 4 яичка. Второе гнездышко. Здесь у нас 5 яичек. И видите, у нас есть голубые яйца. Вот такая красота. Ой, что-то плохо видно. Вот так. Это еще не все. Попозже соберем все яйца. Но я это сделаю уже без вас. А еще в этом году мы построили небольшой сарайчик. Пристройку к гаражу. Теперь там мы храним сено для наших кроликов. Пойдемте глянем. Вот такой сарайчик внутри. Здесь висят веники. Для нас, для баньки. И для кроликов. Ну, а здесь сено. Пойду наберу для кроликов. Сено у нас тоже свое. Домашнее. В этом году запасали уже на своем огороде. Это люцерна. Ароматная. Еще я кроликов кормлю яблочками. Тоже из собственного сада. Ну, и покупным комбикормом. Комбикорма уходит гораздо меньше, если кроликов кормить сеном и яблоками. В этой клеточке у нас проживают кролики. Четыре штучки. Полтавское серебро. Малышня. Поставим водичку. Двигайтесь, малышня. И комбикорм. Яблочки у них еще есть. Они их не доели. И немножко остатки кукурузы. Это уже остатки былой роскоши. Ну, и в кормушечку еще сложим сено. Наша домашняя ароматная. Вкуснейшая, наверное. Так. Как я складываю корм во все клетки, показывать не буду. Просто покажу, кто в них живет. Здесь еще два кролика. Тоже полтавское серебро. Один крольчонок, к сожалению, повредил ножку. Еще когда они были в другой клеточке. Ну, ничего. Так, посмотрим еще. Еще один маленький сюрприз. А в этой клеточке проживает мамочка. Мамочка умница. На днях родила десятерых. И все живы, и здоровы. Сейчас посмотрим. Так, откроем. Я уже так закрываю, потому что замочки иногда открываются. Вот они, малыши, лежат. Вот мама сколько шерсти надергала. Им здесь тепленькое. Вон как скачет. Вот ему лишня, малышня. Глазки они еще не открыли. Им буквально несколько дней. Так, прэкспинтик. Так, прэкспинтик. 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 Ну ладно, просмотрели в гнездышко. Все замечательно. Все живы, здоровы. Мама молодец. Ну, это папа тех прекрасных деток. Ты молодец. Да, молодец. Кроликов я уже не считаю. Уже сбилась со счетом. Часть кроликов у нас уже в тушеночке. Тушенка обалденная, вкусная. А часть у нас пойдет уже в декабре. В тушеночку и на продажу. Еще три клеточки забиты кроликами. Клеток катастрофически не хватает. Мало клеток, мало. Нужно делать еще. Тьфу-тьфу, кролики у нас пошли. Слава Богу. Ну, а теперь, как и обещала, немного о доме. Все лето мы занимались строительством дома. Увеличивали его площадь. Вот такой был у нас домик. Шесть на шесть. Теперь он стал. Десять на десять. Вот здесь пристроена кухня. Два окна. Окно, которое смотрит на нас. И следующее с левой стороны. Это кухня. Дальше следующее окно. Это коридорчик. Вот так выглядит дом теперь. С этой стороны. Сейчас пойдем посмотрим другую сторону дома. С этой стороны видно окно большое. Здесь у нас кухонька. Большая кухонька. И маленькое окно, коридор. Цветочки я там уже повесила. Готовим мы уже там вовсю. Провели газ. Это вентиляционная труба. И вот там из ОСБ пристрой. Это веранда. Холодная веранда. Вот она, холодная веранда. На которой мы пока храним яблочки, тыкву и капустку. Кстати, вы видите желтая труба. Это у нас газ. Газовая труба. Началось-то все с газа. Пришлось быстренько строить дом, чтобы провести газ. Вот так выглядит другая сторона дома. Вход в дом на холодную веранду. Справа получается окно веранды. А слева окно спальны. Это тоже новая постройка. Пристройка к дому. Окошко спаленки тоже уже повесила, расставила на окошке цветочки. Ну а с северной стороны дома окон у нас нет. Но явно видно, сколько у нас тут достроено. Дом теперь стал большой и просторный. Места всем теперь хватает. Дом, конечно, строили мы не собственными силами. Нанимали людей. Крышу нам делали наемные работники. Стены поднимали тоже наемные работники. Ну а в прошлом году фундамент. Свайный мы сделали фундамент. Делали самостоятельно. А пол внутри тоже укладывали самостоятельно. Мы обшивали потолки самостоятельно. Внутри дома я показывать пока не буду. Еще в этом году, совсем буквально недавно, мы сделали септик. Вот такие два колодца больших поставили. И теперь у нас дома канализация. Совершенно практически как городская. Установлен унитаз. И все жидкости, все отходы жизнедеятельности скапливаются в одном из баков. Колодцев. Канализация у нас переливная. То есть если в одном колодце жидкость заполнится, жидкость будет переливаться в другой колодец. Будем надеяться, что все будет функцифлировать нормально. А этот колодец от скважины. Скважину мы делали еще в прошлом году. Вода в дом поступает из скважины. Вот это вентиляция от всего нашего газового оборудования. Белая труба это вентиляция от котла. А большая блестящая с крутилкой. Это вентиляция комнаты. Так необходимо при обустройстве газа в доме. Конечно весь двор у нас перерыт. И полный бардак во дворе. Но радует, что у нас все-таки есть газ. Перед домом яму мы уже закопали. То есть в этой яме было соединение газа с магистральным трубопроводом. Может я неправильно выражаюсь. Поправьте меня. Ямку мы уже закопали. Ну надеюсь на следующий год здесь земля утром боится. И будет нормально проезжать на машинке. Вот немного перспективы деревенской. Где-то гуляют гуси. На улицах никого нет. Все заняты своими делами. Вот так вот мы живем. В тишине и спокойствии. Жизнь размеренная и спокойная. Это последние яблочки, которые еще висят. Это поздняя яблоня. Но яблоки вкусные. Хранятся очень долго. Еще стоит петунья. Хотя был мороз, но она выстояла. Думаю, может оторвать кусочек и попробовать укоренить. А это тепличка. Она уже готова к новому сезону. Я здесь убралась. Перегной наносила. Посадила горчицу. Ну, наверное, она уже больше не вырастет. Готовимся к следующему сезону. Ну, а это наш огород. Тоже частично подготовлен к новому сезону. На грядках посажена горчица. Где-то грядки не перепаханы. Не успели мы это сделать. Но уже поздно. Земля сырая. А вот на том поле, где стажок, мы как раз и вырастили свою люцерну. Справа загончик. Сейчас покажу. Так, вот этот загончик. Верой и правдой нам отслужил весь сезон. Здесь мы вырастили порядка 50 уточек. Ну, и несколько гусей. Которые тоже уже в тушеночке. Часть продана. А часть лежит в холодильнике. Уже наступила осень. Будем ждать зимы. На этом я заканчиваю свой небольшой видеорепортаж. Ну, и все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok